Итак, мы сегодня говорим о юбках. Наше счастье, что юбка это плоскостная форма. Что такое плоскостная форма? Это когда мы ее положили на стол, и она на пол, на какую-то плоскость, и она всей своей поверхностью к этой плоскости прикоснулась. Но мы не говорим о том, что тут как бы два слоя, и бог бы с ним, потому что работа на шаблоне, она нам позволяет это сделать. Но прелесть этого шаблона простого плоскостного в том, что у нас получается в итоге вверх вещь с прямой поверхностью. И это гораздо проще. Именно поэтому вы сегодня не будете тратить лишние мозги и три часа времени на тот теоретический курс, который я читаю по шляпкам, и в котором очень много сложных закономерностей, зависимостей, ассоциативных цепочек, логических выводов, на которые надо включать мозги и потом успеть выключить, пока не закипели. У нас сегодня все будет гораздо проще. Итак, что у нас с простотой? А простота у нас сложная, потому что если совсем просто, то это неинтересно. Это кто же сказал, господи, если мне не изменяет память? Ну, в общем, кто-то из великих, по-моему, Достоевский, что это свойство русского человека сознательно создать себе препятствие, а потом с гордостью его преодолевать. Вот это про нас, потому что купить два или три метра ткани по готовой выкройке из бурды, ну, если мы умеем, сами там нарисовали, вырезали, и три часа на хорошей швейной машинке, там 20 минут оверлок. Здравствуйте. И у нас готова великолепная вещь. То есть, к чему я хочу вас подвести? К тому, что если вы начинаете, задумываете сделать какую-то вещь, вы должны сначала для себя очень хорошо понять, какими качествами эта вещь должна отличаться от всех остальных этого же ассортиментного ряда, и какой материал вам нужен для того, чтобы вещь получилась именно такая, которую вы себе задумали. Если мы с вами шьем юбку из ткани, да, пока я про юбки, мы сегодня про юбки, да, если мы с вами шьем юбку из ткани, у нас бывает масса проблем. И проблемы связаны с тем, что толщина ткани, как правило, везде одинаковая. Правильно? Это заданный параметр. Шелк он 100 метров, он везде одной толщины. Если мы шьем шелковую юбку, то у нас первая проблема возникает в том, в месте линии бедра. Надо делать облегание гораздо свободнее, потому что иначе в этом месте вы присели, вы подвигались. Если это еще узкое или годы, но узкую шелка шьют редко, годы очень эффектно, поэтому бывает часто. И у нас начинают расходиться линии швов, потому что ткань очень тонкая, а напряжение на нее очень большое. Выход один, подкладка не на 3-4, как в шерстяной юбке, меньше в объеме по бедрам, а 5-6, то есть свобода облегания подкладки и тонкой шифоновой юбки в линии бедер, значительно увеличивается. Если мы хотим сшить юбку из какой-то более плотной ткани или, например, из меха. Я когда-то ребенку на свадьбу дочери шила маленькое-маленькое платье из кружева, оно было все расшито белое, все было расшито брусничного цвета жемчугом, и наверх на это платье надевался белый вратник из искусственного меха, белые манжеты, и на талии застегивалась длинная в пол сильно расширенная юбка из белого меха. И в эту юбку еще были воткнуты бутоны темно-красных роз. Вот эта юбка полностью совпадала с тем моим образом, который я видела. Только был у нее один недостаток, но тогда я еще понимала, что я не могу никуда от этого недостатка деться. Мех толстый, он тяжелый, и когда моя девица в нем шла, этот мех шел перед ней. Но как бы оно так и было задумано. Но если бы я в тот момент знала, что есть такой материал, это было 20 лет назад, такой материал, как шерсть непряденная, и что из нее можно сделать войлок, и что войлок может быть, самое главное, разным по своей толщине в любом месте, как мы захотим, у меня бы эта проблема исчезла. То есть понимаете, в чем отличие, выгодное отличие юбки из войлока от юбки из тканей. Вот посмотрите, я вам потом дам пощупать. У меня на мероприятиях такого типа все время девушки сидят под юбкой. Я стою, они там сидят. Как-то даже один был, ну я не помню, друг одной из учениц, который, сидя в уголочке очень долго, потом мне так очень осуждающе сказал, а я-то думала, вы тут все нормальные сексуальные ориентации. А девушки все время сидят под юбкой, потому что то, что висит здесь, уже все пощупали, а то, что надето на мне, вот еще не успели, а очень хочется. Так вот я вам потом дам пощупать. Вот здесь вот это очень плотно и очень толсто. Вот здесь достаточно плотно, но уже не толсто. А вот здесь, в самом низу, вот я когда иду, вы видите, она вьется вокруг ног, как шерстяной крэп. И вот этого эффекта можно добиться только из войлока. И еще один момент, ужасно выгодный, не столько на мой взгляд, сколько на взгляд моей соседки, которая девушка красивая, любит ходить во всякие пафосные места, но вот у нее нет того гардероба, который есть у меня в наличии. Она часто приходит и говорит, Ир, дай что-нибудь надеть юбочку какую-нибудь. Я говорю, да вперед, выбирай. А девушка так шепотом сказано, на два размера больше меня. Без проблем она выбирает юбку, мы ее тут же в талии, в бедрах мочим, кладем под утяжок, чих-пых, через 5 минут юбка 51 размера. Девушка сходила куда надо, пришла, мы сделали все то же самое, но я ее всю намочила. Все, юбка опять сорок восьмого, сорок седьмого размера моего. Скажите, на какую юбку из ткани у вас поднимется рука вот так на один вечер переделать для того, чтобы вашей приятельнице сходить было бы комфортно куда-то в приличное место? Не поднимется, правда? То есть, но волшебный материал, но волшебный. Вот четыре года, еще четырех нету. Три с половиной года я этим занимаюсь, до сих пор волосы дыбом встают, когда я в какой-то момент еще раз осознаю еще одну возможность. Думаю, нет, ну такого не бывает. Но это вот, это вот, это волшебная палочка. Вот в руках у мастера, что такое волшебная палочка? Мыло и вода. Это наша волшебная палочка, можно сделать такое чудо. Итак, конкретно сегодня мы теперь уже выяснили, почему мы делаем юбку из войлока. Да, теперь мы будем выяснять, как мы это делаем. У нас сегодня тема юбка с ребрами, да, технология ребер. Почему юбка с ребрами? Потому что у меня дома стол маленький. Вот если бы у меня был, ну длины бы не хватило, можно было бы только вот такого стола у меня дома нет. У меня вот чуть-чуть пошире, чем вот такое. И вот такое. Поэтому мне в какой-то момент пришлось придумать вариант, чтобы сделать большую юбку на маленьком столе. Ну, естественно, я порезала выкройку на клинья, а потом я стала придумывать, как эти клинья соединять. Но я же вам говорила о том, что мы не ищем легких путей. И мне показалось, что если вот на белой юбке сделать, на линии ребер сделать какие-то другого цвета вертикальные полосы, то это сильно меня постройнит. Я все время переживаю, что я сын 47 размером девушка очень круппулентная, мне же надо себя это утончить. И когда до меня вот это вот все дошло, сейчас я найду. И когда я сделала вот эту вот юбку и надела ее на себя и поняла, что я сразу зрительно стала ровно на 4 размера меньше, вообще в профиль тоньше волоса, я поняла, что я придумала что-то вообще такое полезное, такое родное женскому сердцу. Я начала эту технологию работать. Это вот была первая юбка, сделанная в этой технике. Сейчас я уже считаю, что то, что было сделано раньше, оно как бы вот на стельке пойдет, но носить это уже неприлично, потому что с каждой новой юбкой появляются какие-то новые нюансы в технологии. Получается что-то вот еще придумывается. Здесь получается получше. Я пытаюсь не забыть, как это получше, чтобы его дальше развивать. То есть вот каждая вчерашняя юбка – это уже помойка. Вот сегодняшняя, ну, вроде так, на троечку с плюсом. Потому что когда я делала это, это вот последняя юбка, я закончила буквально три дня назад. И когда я ее сделала, я поняла, что а вот еще надо сделать вот так, вот здесь сделать по-другому, вот здесь вот сделать вот так. Я все это записала. То есть я понимаю, что это пока еще последняя юбка, но она уже тоже в помойку, потому что следующее будет лучше. И вот если у вас будет вот это ощущение с каждой вашей вещи, я не говорю про помойку. Я говорю про то, что вы чувствуете в своей голове и в своих руках вот этот потенциал, что а я знаю, как лучше, а я могу лучше. Вот считайте, что из вас послезавтра вырастет гениальнейший художник и автор. Поэтому, а если вам понравилось то, что вы сделали сегодня и нравится вам завтра, так не бывает. Нельзя почивать на лаврах, да, надо это вперед к новым вершинам. Так вот, про новые вершины. Чем хороши ребра еще раз? Их можно сделать контрастного цвета, да. Их можно сделать вообще в форме, то есть они могут быть очень маленькие, только как линия будет нарисована, да. Они могут быть очень широкие. Вот здесь, предположим, это самые широкие ребра, которые у меня есть, ну так, ну прилично даже, это где-то около сантиметров. Посмотрите, они с одной стороны одного цвета, да, а с другой стороны другого цвета. Вы уже понимаете, какая таится там перспектива в ширине этого возможного ребра. То есть это практически складка, да, и в цветовой игре этого ребра. Да, то есть вот это, это я еще не делала, но я понимаю, что можно. Дальше, ребра могут быть чистые по своей линии. То есть если мы выкладываем, вылизываем эти ребра в одном направлении, они получаются вот такие. Но если мы вылизываем их каким-то другим материалом, ну, например, шелком по краю, они получаются вот такие. А если их вылизывать, выкладывая не по долевой, а как-то еще по-другому, то и увеличить их в ширину, то можно сделать небольшой валан в этом месте. А если еще это ребро расположить не вертикально, а помните, одно время были такие юбки, у них были клинья по косой, как их называли? Да, спираль, точно, их называли спираль. Если сделать такую юбку, хотя бы один клин такой спираль вставить, да, вот такой формы. И по кромке этого клина, по ребру, ребро выложить сантиметра три и выложить его не по долевой, а под каким-то углом. И у вас это ребро пойдет валаном, а если его выложить здесь пошире, а там поуже. И так далее. Вы представляете, какая вообще куча возможностей? Ну мы с вами сегодня будем делать, ну вы же понимаете, что для экономии времени, да? Вот я предполагала, это для моей малой детенки, это для внучки. Вот я и сделала, ой, три юбки, вот сегодня будет четвертая. Вот такого типа. Эти юбки я делала для мастер-класса, поэтому они такие узкие, то есть я опять экономила время, то есть ширина талии, ширина бедер. Не более того, чтобы клин не был очень широкий, чтобы не уходило на это время. Вот эту юбку я сделала ребенку, потому что ребенок мне сказал, бабушка, школьная форма, мне срочно нужна у них в колледже серый цвет. Оттенки серого школьного. Мне срочно нужна юбка для школьной формы. Я сделала ребенка. Видите, она широкая, и еще смотрите, какой момент. У нее сборки, ну условные сборки, ну как бы большой валан от линии талии. То есть это тоже возможно. Если мы усилим ту структуру, которую я вам сейчас расскажу, как это делается, сделаем на нее акцент, то этот валан будет еще больше. Я даже не знаю, с чем это сравнить, если говорить о швейных изделиях. Как вот такое сделать цельнокроеное, а не как. А вот это смотрится очень эффектно, учитывая, что она у меня вот такая девочка, она балерина, тонюсенькая. У нее там ни талии, ни бедер, нету ничего, она тростиночка. И вот это вот так раз, все старшеклассницы сворачивают шею. Когда детеныш в этом идет по школьному коридору. Так вот мы сегодня с вами будем делать, ну не совсем такую юбку делать, мы будем делать шестиклинку. Я обещала четырехклинку, пошла на компромисс. Это компромисс в мою сторону, вы меня извините. Это быстрее. Два клина у шестиклинки, короче, меньше по площади, чем два клина у четырехклинки. Просто элементарно до неприличия. Значит, смотрите, что у нас происходит. Я вам в двух словах расскажу, как построить выкройку и как эту выкройку рассчитать. Так, нет. Еще одну секунду до конкретного разговора о цифрах. Когда мы собираемся что-то свалять, первое, что мы делаем, мы придумываем себе... Обычно сначала придумывается некий образ в голове, а потом мы пошли шерсть покупать, эскизы рисовать. То есть образ какой-то есть. Когда вы уже продумали, какого цвета, с каким рисунком и тра-та-та, мы что делаем? Мы делаем образцы. Потому что когда вот сейчас я буду вам рассказывать о построении выкройки, о построении шаблона, у нас там будет такая величина, которая называется коэффициент увалки, не усадки увалки. И тот коэффициент, во сколько раз становится меньше готовая вещь по сравнению с тем шаблоном, который мы режем. Так вот, этот коэффициент сегодня мы будем делать по тому коэффициенту, по которому я валяла вот эту вещь, которую мы сегодня будем делать. Но вообще этот коэффициент у каждой из вас будет свой. Потому что прежде чем сделать конкретную вещь... Вот я взяла вот эти четыре, нашла четыре, их было восемь. Просто пока я ходила, молнию покупала, пока я ходила, ребенку показывала, пока у меня собака чего-то пожевала, еще четыре куда-то потерялись. Вот это те шаги, которые я... те четыре шага, которые я сделала из восьми, когда я начинала делать эту юбку. Потому что когда вы делаете образец, вам надо выяснить, что направление волокна, количество слоев. Да, вы делаете в один слой, вы делаете в два слоя, вы делаете два слоя перпендикулярно, вы делаете в два слоя под углом. Не сорок пять, тридцать семь. Идеальный вариант. Сорок пять на сорок пять всегда дают прямой угол. Прямой угол – это жесткость. Если вам нужна вот эта вот волна вокруг ног, сорок пять мы не работаем. Если мы работаем по диагонали, мы работаем от тридцати до сорока. Вам нужно найти ту шерсть, ту тонину шерсти, того производителя, который лучше всего ваши задуманные идеи реализует. Вот я делаю здесь белая шерсть, пятнадцатимикронная, австралийская, австралийский меринос. А первые вот там два образца у меня были из итальянской отбелиной, это натуральная, не отбелиной, отбелиной 18 микрон. Почему 18? Потому что красное – это у меня 18, и, естественно, у меня было желание сделать все правильно. То есть, если у меня… А мне нужно было красное, обязательно, чтобы вот к этому жакету эта юбка делалась. А красного пятнадцатимикронного нет. Я пошла по проторенному пути, тонина шерсти должна соответствовать одна другую. Поняла, что мне не нравится, как лежит этот восемнадцатимикронный белый, ну не белый, молочный, отбелинный. Мне не нравится фактура, которая получается. Я рискнула, я взяла, соединила, соединила в два слоя, один образец сделала. Один образец мне показалось прозрачности не хватает, воздуха не хватает. Я сделала в два слоя в другом направлении. Я сделала в один слой, я сделала в один слой потолще, я сделала в один слой потоньше. Я даже сделала в один слой поперек, но потом поняла, что поперек – это вот, это не для этого. я положила красную шерсть так 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 и еще четыре варианта и поняла что мне это не нравится это не нравится это не нравится я положила вот это вот я не помню по моему это бамбук а может быть не помню надо у девочек спросить то что я покупала давно вот это какое-то волокно не знаю я его положила потолще я его положила потоньше я его растягивала результат мне не нравится в итоге когда я уже нашла тот результат толщины, направления, сочетания, я уваляла побольше, я уваляла поменьше. И вот в этот момент я нашла тот образец, по которому я стала высчитывать коэффициент. То есть я к тому, что у каждой из вас это число будет различным в зависимости от того, какая юбка вам нужна. Не только юбка, да, что бы вы ни делали. Одежда, вся одежда, какая плотность вам нужна, какая гибкость, пластичность этого материала вам нужна. Сегодня у нас коэффициент будет. Так, образцы принесла, чтобы вы посмотрели, это образцы только тонкие, то есть это вот та одежда, которая должна была ловиться. Толстые там жакеты, пальто я даже не брала образцы. И кстати принесла, тут у меня есть четыре образца, которые я делала в свое время, специально делала эти образцы для мастер-класса по двусторонней акварели. И вот сейчас, когда я на них посмотрела, да, как вам показать на свет, чтобы была видна толщина. Здесь, конечно, это палантин, это не для юбки, немножечко степень увалки и толщина. Должна быть другая степень увалки больше, а толщина меньше. Я подумала, а почему бы на юбке, на тончайшей длинной юбке, что-нибудь такое не нарисовать? Но как-то у нас юбок с цветочками много, поэтому я про цветочки так сильно не включаюсь. Но когда я посмотрела на эти образцы, я думаю, вполне, потому что тут вот вы потом посмотрите, пощупываете, тут суть в том, что при двуслойном рисунке, он с одной стороны и он же с другой стороны, толщина полотна не изменяется. Вот если это получится сделать, то это будет очень интересно. А вот на сером фоне не работает. Вот, но это образцы вы потом посмотрите, если захотите. Итак, мы с вами возвращаемся к нашей выкройке.